Всем доброе утро! Мы идем в садик. Погода прекрасная, небольшой ветерок чувствуется. Что, мои хорошие, я сейчас скачала новую камеру, освещение сделала чуть-чуть повыше, вот проверяю все. Сейчас села монтировать, кое-какие сложности появились у меня с того, что я поснимала все на этот телефон. И, короче, у меня моя программа не читает, видимо, там кодеки или что-то такое. В общем, немного мне приходится тратить время на то, чтобы переформатировать эти видео. Но сейчас я скачала новую камеру, посмотрим, как это все дело будет. Только что позвонила насчет камеры, узнать, у них есть бэушная линза в сервисе, и стоит ее сделать 4000 рублей. И срок 1-2 дня. По-моему, надо бежать и скорее делать. Крошки мои, у меня отличная новость. Я сейчас позвонила, и мне сказали, что в сервисе есть бэушная камера. На мой телефон будет стоить 4000. Если заказывать новую, то это будет где-то около двух недель ждать, я так поняла, или 12 дней ждать, и стоит будет 12 тысяч. Либо что-то наоборот, короче, я не помню, но 12 тысяч будет стоить новая, а бэушная 4. А зачем мне новая, если у меня сама камера уже бэушная? Я говорю, и будет стоить 4000, и один-два дня делать будут. Я говорю, я к вам мчу, сделайте мне камеру. На самом деле, может быть, не столько... А, ну да, это я не здесь говорю. Короче, я очень рада и бегу сейчас отдавать камеру. Всё, отдала камеру, сейчас сижу, а парень пошёл смотреть, что там, как, чё, уйдёт. В общем, отдала я камеру свою. Я так надеюсь, что всё будет хорошо, потому что я, ну, разные смотрела там обзоры, всё такое. Я надеюсь, что они поставят хоть бэушную, и она будет в фокусе, будет... Ну, как бы она у меня работает, мы проверяли с вами, всё хорошо. Вот, и я говорю, так времени уже, девочки, половина четвёртого. Я говорю, так чё, сегодня-завтра сделаете? Он говорит, ну, да. То есть даже, возможно, сегодня сделают, круто. Ну, короче, если они завтра сделают, я вообще буду счастлива до небес. И мне не придётся снимать влог на телефон, потому что влог на телефон снимать крайне неудобно. Вот просто даже неудобно держать сам этот телефон, да? Ну, как бы, чтобы там не придумать, его неудобно. Он такой громоздкий и так далее. Ну, и, соответственно, качество даже хоть задней, хоть фронтальной камеры оставляет желать лучшего по сравнению с моей экшн-камерой для влогов. Поэтому этот телефон останется для сторисов, для замены чуть что на него подснять. Вот так. Фух, девочки. Я экспериментирую всё время с камерой, поэтому не обращайте внимания, что у меня здесь то один свет, то другой свет. Просто я вот съездила, на самом деле, вернулась. Жара неимоверная. Я села за компьютер. Прошло два часа. Я не вставала просто с сидения. Я опубликовала видео, пока там отписала, там отписала. Что-то вот такая вся же сосредоточенная. Я только встала и уже сейчас идти за малым, буквально через час. И я понимаю, что я уже всё. А я голову хотела покрасить ещё, волосы. Но мне часа не хватит, поэтому, наверное, буду красить, когда Денька придёт. Придёт уже, сядет, будет играться со своими тут делами, покушать. Всё, а я пойду волосы красить. Наверное, так. Но, возможно, у меня и сил не хватит. Посмотрим. Я сейчас хожу такая и понимаю, что самый кайф сейчас было бы просто куда-то пойти в салон, сесть и чтоб тебя покрасили. Просто потому, что даже саму себя красить, это тоже, блин, дело, блин. А когда ты идёшь в салон, ты сидишь и ни о чём не думаешь. А тут надо покрасить, достать, снять ещё это. Ох. Поэтому я люблю, чтобы меня мама красила. Вот то же самое снимаю, только с другой камеры, которую я скачала. Тут немного поярче, может, даже получше, да? Короче, поэкспериментирую. Ой, всё. Я сейчас включила, думала фильм, а потом смотрю, там сериал на Нетфликс. Называется «Что если?». И там известная какая-то актриса, не помню, как её. Ну, вы знаете её наверняка. Она взрослая, я так похорошела, кстати, с возрастом. Вот. И вроде начало прям интересное. Первые строки, которые она там записывает на диктофон, они такие интересные, очень схожи с моим внутренним. Но надо посмотреть, что дальше из этого вытекает. Потом расскажу, поделюсь впечатлениями. Дилгон-бен, дилгон-бен, дилгон-бин-гон-бен. Дин-гон-дин. И мило тут. Где ты нашёл эти рога? Динька нашёл рога тут, пляшет. Вафелька. Ну так аккуратно кушай, только не балуйся. Только над столом, чтоб не крошил. Ну так, встань, над столом поешь. Так, не балуйся. Я продолжаю смотреть сериал. Время уже скоро будет половина десятого. Да. И мы пойдём спать. Вкусная вафелька? Да. Ну всё, кушай. Ну что, мы готовы к садику. Всё знает. Куда нажимать? Чё, где? Я сегодня платье решила одеть, всолять. Хвостик, платье. Обувь. Как мне нравятся эти сандалии. Я даже не ожидала, что они мне будут так нравиться. Что они такие удобные. И очень много под что подходит. Это уже совсем другой вид, нежели в шлёпках, в которых я обычно хожу. Либо спортивные. Так, ну что вам рассказать по поводу ночи сегодняшней. Всё хорошо. Мы пошли спать. Нормально там в десять. Десять, наверное, начало одиннадцатого. Денька быстренько уснул. Хотя нет. Я уснула два раза быстрее него. А он всё, не спал, крутился. Пока папа ему спокойно ночи не пожелал. Вот. Папа слушается. Мама не так слушается, как папа. Вот. И сегодня... А, ну я проснулась. Я его всё-таки укладываю у него в комнате. А потом иду к себе. Поэтому я засыпаю, блин, частенько. Просыпаюсь потом. И иду к себе в комнату. Вот иду, смотрю, и ноги белые прям. А дома загоревшая. Дома загоревшая, а на улице белая. Фигня какая-то. Кстати, сегодня я буду... Что буду делать? Красить волосы. Первым делом, прежде чем снимать тысячу видео, которые мне нужно снять. Мне надо покрасить волосы. А сегодня ещё у меня всего лишь полдня в запасе. Потому что сегодня мы в бассейн с Денечкой идём. Всё стабильно у нас. Сегодня, кстати, мне приснился сон такой, что я добиралась куда-то очень высоко, далеко до какого-то ЖК нового. Ну, там прям вообще, конечно, подход такой. Ну, там внутри очень круто всё было. Но там надо в гору было подниматься очень высоко. Вот. И я в итоге что-то добралась. Там так всё красиво. Там вообще такие невидимые лифты. У меня заляпанная немножко до камеры. Человек заехал прям на тротуар. Мало места, когда на парковке. Люди уже даже не думают о тех, что кому-то на коляске надо проезжать. Места мало. Это люди мы такие. Вот что сказать. Сейчас поставила камеру сюда в ванну и включила вот эти вот лампы. Представляете? У меня теперь светлый свет. А вот я одну, кстати, присоску одну не нашла. Одна присосалась. И вот она так с того видео и не отсасывается. А эту я не могу найти присоску. Хотела её вот сюда присобачить. А в итоге я её просто положила вот так вот. И это тоже удобно. Просто я её положила. Так получается, я могу куда угодно вот так ложить. Они такие передвижные. Ладно, короче, я сейчас буду красить волосы. Я буду красить волосы. Даже, наверное, не буду одевать перчатки. Я не стала делать отдельное видео, потому что, в принципе, я знаю уже, как я хочу краситься. Это видео уже было. Я его здесь добавлю. Я просто покрашу корни 12,81 на 9%. И потом просто проэмульгирую. Получается прекрасный цвет. Мне хватает половиночки. И если я не прокрашу немного сзади, ничего страшного. В основном вот как бы вперёд мне хочется весь этот сделать доступный. Вот, в общем, поехали. Для тех, кто не смотрел моё окрашивание, вот 9% капус использую. Делаю 1 к 2. Поэтому сначала я наливаю вот так оксида. 60. Опа, хорошо. 60 есть. И довыдавливаю свою половиночку красочки. Мешаем. Моими частыми окрашиваниями, мне кажется, мне уже нужно такой миксер купить, который взбивает, знаете. Вот у профессионалов у них миксеры такие маленькие взбивают краску с оксида. У меня аж рука всё время устаёт, пока я взбивала. Ну всё, короче, вот так вот делю. Волосы у меня не свежие, как вы уже поняли. И всё. Начинаю наносить. Наносить буду с самого верха. Вот прям вот так, смотрите. Прям вот так. Отделю. И пошла, поехала. Чем быстрее я это начну, тем быстрее я это закончу. Ну всё. Сделаю вот в эту сторону сначала. Может я даже только вверх прокрашиваю, а там сзади как-нибудь. Как Кристинка там делала. Она вот так одну сторону. Во, она сказала, самой себе так удобно. Сейчас попробуем. Но она много наносила. То есть как бы много наносила. Ну нет, я вот здесь вот, наверное, вверх чуть-чуть как бы промазать. Хорошо. А вот сзади можно уже так сделать по её технологии. Сейчас прокрасила голову. Мне кажется, честно говоря, что я себе так всё прокрасила, что просто трындец. Вот. В общем, всё. Буду ходить так минут сорок, потом всё проэмулигирую, и будет красивый цвет. Покажу вам. Слушайте, очень интересно. Я думала, что ничего не остаётся. А вот что вот это остаётся? Это после окрашивания, видимо, как-то. Так оно не смывается. Может, как-то типа жгёт немного. Хрена узнает. Кто знает, скажите, что это такое? Ой, мои хорошие. Короче, проводила сейчас прямой эфир. И то я пересидела с волосами, короче. Я не знаю, что тут сейчас получится. Потом проэмульгировала, потом с маской сидела, короче. У меня какие-то очень холодные корни, вам не кажется? Ну, просто очень холодные корни по сравнению, блин, с жёлтыми. Не, ну, должно быть всё прикольно всё равно, я так думаю. Блин, здесь прям кусок какой-то холодный, видите? Видно вам? Короче, давайте послушаем скорее. Мне интересно, что там получилось. Теперь я знаю твою главную тайну. Ты проболталась о ней случайно, пока спала. Я так и знала, что ты любишь меня. Правильно я всё правил? Пока спала на моих руках, Я так и знала, что ты любишь меня. Теперь я знаю твою главную тайну. Ты проболталась о ней случайно, пока спала на моих руках. Или брючах. Я так и знала, что ты любишь меня. Так, ну, посушила волосы, слушайте. Ну, я так смотрю, у меня волосы уже отросли. Даже длинненькие, можно сказать. Да? Скоро будут длинные. У меня такая граница, на самом деле, серая. Прям, не знаю, видно вам, не видно. У меня прям холодные вот так вот волосы, корни. И такая желтоватая длина. Ну, такая нормальная длина, которая мне нравится цветом. Но то, что у меня вот здесь вот полоска такая холодная, такая же трэш. Ой. Наверное, передержала, потому что, если чуть-чуть меньше, бы подержала. Но я думаю, что при первой помывке уже смоется вот этот пигмент. И будет всё круто. Поэтому так сильно прям в глаза вроде не бросается. Похожу так, ладно. Всё, пошла видео снимать. Надеюсь, на видео не будет видно. Всё, пошла. Сейчас накраситься надо и тысячу видосов вам снять. Пришли в бассейн. В последнее время я замечаю, что я смотрю в книгу, вижу фигу. А как это проявляется? То, что бассейн был у нас на 18.30, я почему-то видела, что 18.00. Из-за этого я забрала Дэню раньше с садика. Не успела снять одно видео. Приехали в бассейн, но нас чуть-чуть подвинули пораньше. Так что вместо часа мы посидим всего лишь полчаса. Вот. И недавно тоже такое же было. А, что было? На маникюр, вот на педикюр. Я дни перепутала вообще, понимаете. Пришла, а там клиент. А я смотрю, у меня другой день, оказывается. Что-то какая-то я рассеянная в последнее время. Вот. Сегодня целый день снимала, поэтому мало видео записала. Вот пока мы ждём, Дэнька здесь играется. В детские игрушки. Дэнь, спой песенку, которую ты сегодня пел. Я тебя люблю. А спой. Мама. Я тебя люблю. Я тебя люблю. Или вот так. Мама. Люблю, люблю. Или вот так. Мама. Мама. Я тебя люблю. Я тебя люблю. Давай сам. Мама. Я тебя люблю. И ещё так. Йоу-йоу-йоу. Йоу-йоу-йоу. Давай. Заново. Мама. Мама. Я тебя люблю. Я тебя люблю. Йоу-йоу-йоу. Йо-йоу-йоу. Давай сам. Йо-йоу-йоу. сначала мама мама я тебя люблю я тебя люблю я тебя люблю сильнее я тебя люблю сильнее не не факт мы может быть любим друг друга одинаково друг друга одинаково я нажимаю еще раз молодец молодец потянись еще вот так давай еще три четыре давай четыре молодец пять шесть семь ого девочки зашла в магазин за хлебом выхожу с двумя пакетами естественно буду снимать тут интересные моменты взяла короче делала самообслуживание есть такая самообслуживание адене вот пока блин самообслуживалась уже в шоколаде и все на свете подожди д подожди секунду хотела сказать что вот на кассе самообслуживание что есть не люблю с этими телефонами когда меняешь карты нет пятерочка представляете а это скидка это накопление короче сейчас двумя пакетами я буду идти далеко это пятерочка не рядом с нашим домом это который не рядом блины два пакета йо-моё и сейчас вот шла понимаете и как назло у меня значит в одной руке тяжелая сумка в другой тяжелая сумка ребенку пальчик дала вот так он держится чтобы как бы рядом был да потому что мы над дорогой идем и как на зло у меня то но зачешется то тут зачешется то тут что то я такой вот это вот поднимаю сумку накачала без уху себя короче пока дошла и вот так всегда понимаете зашла за хлебом вот чем еще полезна доставка что если ты не набираешь для видео а вы же не будете набирать для видео вы конкретно знаете что вам надо купить это не то что в магазине сразу хочется все еще и голодный то вообще трындец ну что мои хорошие сняла еще одно видео с пятерочки это особенно тяжелое видео когда я что-то покупаю и уже вечер я прихожу домой все это дело снимаю попыхах ну в общем я сняла очень интересное такое видео получилось потому что я много что купила там ну такое что знаете прям вот надо попробовать и сказать и на удивление то что я думала будет вкусно оказалось невкусным а то что я думала быть невкусным оказалось вкусным вот так что зайдете посмотрите на втором канале скоро будет обзор пятерочки покупки пятерочка вот настроение в целом хорошее на мне кстати футболка новая с василька обалденный заказ пришел тоже скоро будет видео вот чё еще вам сказать покрасилась я все хожу конечно в зеркало я смотрю что у меня холодные прям корни а вот в целом я бы хотела вообще вот такой вот цвет вот он мне нравится мне даже возникла идея немножечко базу свою почистить подосветлить волосы чтобы они вот были прям вот тут вот так вот чуть посветлее сделать как думаете не в целом хороший цвет ну можно было бы посветлее хотя после первой же помывки это все дело смоется наверно 1 2 что прилипло волосы мои ляя такая вот прям вот какая то что конфета непонятно что-то вот денечка там мультики смотрит сейчас уже идем спать время 15 минут 10 я смотрю сериал грязно такое что такое вообще смотрю сериал сарал что если что-то интрига какая-то вот интрига вот интрига интрига все идет идет у меня сейчас 5 серия пошла все интрига не раскрывается никак интересно что будет дальше но главная героиня знаете меня захватывает вот так он выучил у меня все цвета цифры алфавит самопознанием занимается это что что я хотела сказать сериал на все забыла что хотела сказать покушала короче будем укладываться сегодня кстати денька спал всю ночь у себя утром не приходил ко мне я ваш даже будила видимо устал сегодня поплавали хорошо так вообще молодец настолько подтягивается он меня даже не знала что он подтягивается столько вот самое интересное на это наверное в воде проще до подтягиваться потому что вот он подтягивается вот так 10 раз а когда он на площадке где-то он типа мама помоги помоги не подтягиваться ни одного раза может быть он сейчас попробовал подтянуться в и попробует хотя бы один-два раза подтянуться так не в воде интересно с вами прощаться так не хочется был такой классный эфир сегодня прямой вообще два с половиной часа провела эфира а я прям покрасила волосы и мне прям хотелось поболтать ну просто ничего снимать не буду а что поделать можно было сериал конечно посмотреть но я думаю проведу прямой эфир поболтаю с вами мне такое ощущение внутреннее было такое душевного порыва какого-то знать прямо поболтать что вопросы какие-то были такие про отношения там да про про жизнь чуть про прошлое там то все и все начали задавать вопросы и мы что-то ушли поехали такой душевный эфир вообще ну и параллельно волосы красила ходила смывала эмульгировала там я этот эфир сохранила кстати кто хочет посмотрите я могу даже под видео ссылку на него оставить чтобы не искали его реально крутой эфир кто любит вот знаете что такое там психологические всякие рассуждения вот интересно ладно вы поняли уже что с не своим прощаться сложно да не хочу вот завтра нет не завтра блин завтра мышцы пойдем уже с мамой с кристиной надо уточнить кстати мама готова вроде а у кристины надо спросить готова она или не все ладно я вас люблю целую прощаюсь до следующего видео следующий эфир уже посмотрите как мы отдохнули вот пока ночь как вам мои ногти красивые да